Приветствуем вас всех, дорогие наши друзья, зрители, в эти особенные дни, праздничные дни, дни, в которые весь мир празднует великий праздник. Для христиан это один из самых великих праздников. Это Рождество Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Здесь в Америке говорят «Крисмос», рождение Иисуса Христа. И в связи с этими праздниками, которые в наше время празднуют христиане, радуются этому великому событию, мы сегодня будем размышлять, будем говорить на эту тему. Почему Рождество? Почему такой великий праздник? Почему о нем не забыли, об этом событии? Ведь со временем, как родился Иисус Христос, как было это событие, прошло уже больше двух тысяч лет. И, казалось бы, сколько времени прошло, ну, какое-то время помнили, но с течением времени забываются, род приходит, род уходит, время идет, появляются новые люди, новые герои, которые повлияли, которые выделились с какими-то знаменитыми своими действиями, входят в историю, их вспоминают, их празднуют. Но почему Иисус Христос? Несмотря на длительность времени, несмотря на попытки многих людей во все времена, можно сказать, после этого события, двух тысяч лет, попытки как-то повлиять на Рождество, на этот праздник, на этот факт рождения Иисуса Христа, таким образом, что это неправда, что это не было, что Иисус Христос был просто обычным человеком, выдающимся, знаменитым, но что он Бог, что он Сын Божий, который воплотился, стал человеком, это неправда, этого не было. Были попытки, большие силы поднимались против этого, против того, чтобы сделать это событие нереальным, неправдой. Но несмотря на все попытки, на все безбожные силы всех времен, до нашего времени, 21 века, такого, казалось бы, технологического века, когда люди на Луну летают, в космос летают, развита все технологии, наука, и, казалось бы, ну, религия, как у нас когда-то на нашей родине, бывшей в Советском Союзе говорили, религия – это пережиток прошлого. Это прошлое, это история, придет время, что люди вообще в Бога верить не будут. Но вот, несмотря на научный прогресс, несмотря на все достижения, несмотря на то, что люди так развилися в своем знании, понимании всяких наук, празднуется этот праздник, даже где мы здесь живем, в Америке, в стране, которую мы, я лично считаю, христианской страной, потому что все-таки христианские ценности, опять-таки, несмотря на попытки умолить, даже Рождество, праздник, как здесь говорят, Merry Christmas, вы знаете, большая борьба была в течение, может быть, последних десяти лет против этого, чтобы… Не Merry Christmas, не надо говорить Merry Christmas, Merry Christmas – это с Христом, с Рождеством связано, с религией связано. Говорить просто Happy Holidays, ну, радостные праздники по-русски сказать, с праздниками поздравлять Новый Год, там Рождество, но убрать Христа, убрать именно суть христианскую, религиозную. Но мы видим, что несмотря даже на эти попытки, последних лет здесь в стране, в этой цивилизованной Америке, где мы живем, вот в этом году как-то все поменялось. Опять в магазинах рождественские песни поются, праздник, Рождество. Моя жена говорит, как будто поменялось. Merry Christmas, говорят, раньше встречали продавцы, там эти работники магазина, Happy Holidays, не говорили Merry Christmas. А сейчас говорят Merry Christmas. Вот, как-то опять, ну, Бог разрушил эти замысли против христиан, против Иисуса Христа, против Его Рождества, которое произошло на этой земле. Вот, и вот в нашей, здесь, в Америке, этот праздник очень сильно празднуется. Даже это, я считаю, что наша страна, она все-таки христианская. Именно в том смысле, что христианство здесь большую силу имеет. Христиан в Америке очень много. Может быть, не такое там высокое должное духовное состояние, но все-таки люди верят в Иисуса Христа, читают Библию. Ни Мухаммед, ни Будда, ни какая-то другая религия, которых на земле очень много есть, но именно Христос. Может быть, разные течения, динаминации, но всех основания, корень, это Иисус Христос Спаситель. Вот, и в Америке, я не знаю, в других странах, но вот именно здесь, вот 25 декабря, даже если это рабочий день, празднуется праздник. Выходной день, государственный праздник, выходной день, украшения на улицах, свет, декорации, все светится. Вот, люди готовятся к празднику, покупают подарки, именно как Бог дал Иисуса Христа на землю в подарок людям. Дар самый большой, который необходимый для человечества, это Иисус Христос, чтобы люди могли спаслись через веру в Него. То так и люди, как бы, дарят на Рождество. Очень большой праздник в Америке. Я думаю, не только в Америке, но и по всему миру празднуют. Люди идут в церква, поют такие рождественские, красивые песни, старинные, много есть. И современные, красивые рождественские мелодии по радио, по христианскому телевидению. Даже на импакте здесь вы смотрите, вы все это переживаете и радуетесь этому, что несмотря на все безбожные силы, этот праздник празднуется. В церквях, как я сказал, проповеди, на эту тему говорят. Христиане празднуют. Слава Господу, друзья, что это событие произошло, что Иисус Христос родился. Но как я начал эту передачу, что мы празднуем этот праздник, и мы об этом будем говорить, я хотел бы более подробно остановиться. Почему именно Иисус? Почему Он? Ведь были другие знаменитые люди, полководцы, цари, ученые, которые большие открытия делали полезные, которые облегчали жизнь всего человечества в последствии. И мы знаем, что имена этих людей увековечивают, памятники им строят. Но вот Иисуса Христа, как Его празднуют, как Его отмечают, Рождество, Пасха, никого другого так не празднуют. На уровне всего мира. И рождение Иисуса Христа, приход Иисуса Христа затемняют собой все человеческие подвиги. Если так можно сказать, как свет солнца, когда утром солнце восходит, и звезды, они теряются. Если темно, много звезд на небе видно. Но так и все человеческие, такие, как бы сказать, подвиги, которые люди творили, они как те маленькие такие звездочки. Но солнце взошло, звезды, свет, звезд просто исчез. Солнце заслепило собой и все. Вот так Иисус Христос, то, что Он совершил, друзья мои, это центральное событие человеческой цивилизации. Это главное событие мировой истории человечества, человечества человеческой расы. Ведь не случайно, именно от рождения Иисуса Христа, посмотрите. Так Бог как-то повлиял на людей, что вот от этого события, от рождения этого человека, ведь много других младенцев рождалось. Почему это дитя родилось, такое важное событие? А потому, что это дитя, оно необычное дитя. Это дитя, оно вырастет, оно повлияет, на, как я уже сказал, на ход человеческой истории, как никто другой. Никто, никакой человек не повлиял таким значительным образом на судьбу человечества, как повлиял Иисус Христос. Иисус Христос повлиял самым значительным образом. И от отношения к Нему, к Иисусу Христу, к Его рождению, к Его приходу в этот мир, как Спасителя, как Бога воплотившегося, зависит судьба, вечная участь каждого человека, который когда-либо рождался, раньше, во все времена человеческой цивилизации, которые рождаются сейчас, которые будут рождаться, от того, как человек отнесется к Иисусу. Или он поверит, что Иисус Христос, не в общем, религия, праздник, украшение, Рождество, там праздник, ну праздник, праздник. Нет, Иисус, Спаситель, родился, и я лично, персонально поверил в Него, я принял Его, я покаялся в своих грехах, я отдал Ему свою жизнь. От моего отношения к Иисусу Христу зависит моя вечная участь. И вот Бог, который есть милосердный, казалось бы, ну-то, что там с вами произошло, произошло, но Библия говорит, что Бог как творец человека, человек это не просто эволюция, там, случайно появился от обезьяны, но Бог сотворил человека. И это и есть самое важное творение, самое великое творение, которое Бог сотворил, потому что человек, в отличие от животных, от растительного мира, мы есть духи бессмертные, мы вечно будем жить. И вот Бог, зная суть нашу, что мы вечные в своей сути, Он по своей милости, по своей любви предусмотрел этот план спасения, послать на землю Иисуса Христа. И пророки предсказывали, и говорили, и вот Бог так сказал, в 3 главе книги «Бытия» написано, Бог так сказал, с 15 стиха, «Вражду положу между тобой, между женою», Бог змею сказал, «между семенем твоим и семенем ее, оно будет поражать тебя, в голову и ты будешь жалить его пяту». И мы будем говорить дальше, друзья, много пророчеств на эту тему. О рождении Иисуса Христа, о том, что это время придет, что Он родится, пророки проходили тысячи лет, они Духом Божиим вдохновляемо предсказывали об этом важном, центральном событии человеческой истории. И мы знаем, что, как написано в Библии, что Бог не человек, чтобы ему лгать, Он не сын человеческий, чтобы ему меняться. Он ли скажет и не сделает, Он будет говорить и не исполнить. Бог неизменный в своем слове. И мы знаем, что тот, что Он обещал, тот, что Он говорил, Господь свыше посетил нас. Две тысячи лет уже больше тому назад произошло это величайшее событие. Иисус. Бог воплотился. Бог стал человеком. Тайна Бога воплощения. И мы сегодня празднуем. Слава Господу, друзья. Мы продолжаем нашу передачу, программу «Влияние» на телеканале «Импакт». Оставайтесь с нами. Мы будем продолжать говорить. К нам присоединяется брат, служитель Евангелия, Эммануил Прокопенко. Вот, пожалуйста. Приветствую, брат Эммануил. Приветствую. Я рад, что ты преодолеваешь все препятствия. Прибыл. Я знаю, что у тебя есть на сердце, как служитель Слова Божьего, на сердце, на эту тему поделиться. Что у тебя на сердце? Приветствую, брат Павел, тебя. И, дорогие телезрители, я приветствую всех вас и поздравляю вас с праздником, радостным праздником Рождества Христова. И действительно, что это очень великий праздник. И я хотел бы прочитать стих, о котором мы будем говорить. Матфея 1, 21. Это тогда, когда Иосиф, уже будучи обрученный, и когда он узнал, что его невеста, можно сказать, она беременна в положении, и он будучи правден, написано, он хотел ее просто так тайно отпустить, чтобы все было спокойно, так никто ничего. А явился ангел Господень ему. И в 21 стихе Матфея 1, 21 говорит, родишь же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих, от грехов их. И когда он получил это откровение, тогда действительно он воспринял ее, и понял, что здесь стоит такая глубина, и такая тайна, что ему очень трудно разуметь, очень трудно разуметь, как это будет. Но он поверил, он поверил, он поверил, что родится младенец, родится, наречешь ему имя Иисус, и он спасет людей своих, от грехов их. Это радостная версия, которую когда-то ангелы возвестили, пастухам, тоже, что это великая радость, она будет всем людям, всем людям будет. И нам будет, и американцам будет радость, чернокожим, азиатскому народу, то есть всему миру, это радость. И поэтому мы говорим сегодня конкретно о радости, что родится спаситель. И вот это вот, я хотел бы поговорить с тобой, что действительно, что спаситель, то есть это тот, кто спасает. Кто спасает. Мы знаем, что разные службы есть сейчас, даже на заводах, такие есть спасатели, особенно горнодобывающие, там еще где-то шахты, просто такая служба. Я встречался с такими людьми, знакомился, говорю, кем ты работаешь? Он говорит, спасателем. Так я говорю, спасатель или спаситель? Он говорит, спасатель. То есть он даже и не знал это слово, что спаситель, да? И вот спасатель и спаситель, мы едем по городу, и даже я ехал, по-видимому, что-то или там случилось, или что, какой-то трафик такой неожиданный, по-видимому, кого-то спасали, там ехали спасать, emergency, спасают людей, физически спасают людей, возможно, какой-то приступ, может быть, пожар, может быть, это какой-то эксидент, авария какая-то, может быть, на реке где-то. И обычно люди ценят этих спасателей, они ценят очень. Будь то врачи, медицина, будь то кто-то там, человек тонул, его спасли, он говорит, что всю жизнь буду я помнить, и говорит тебя, вот, что ты меня спас. Но мы сегодня говорим о том спасителе, не спасателе, а спасителе, который спасает все человечество. И от чего он спасает? Он спасает от рабства, греха и беззакония. И вот хотелось бы сегодня говорить о нашем Господе Иисусе Христе, как о спасителе. А спасителе. А спасителе что? Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Мы живем в этом мире, и так много вокруг нас людей, которые в грехах тонут, просто утопают. И так нужен спаситель. Но почему погибшие? Ведь во все времена люди жили, солнце восходило, деревья приносили плоды, люди жили, рождались, умирали, радовались. Почему спаситель? Почему погибшие? В чем смысл заключается погибшие? Вот состояние погибшие? И их надо спасти от этой погиблии. Давайте мы вот, допустим, посмотрим с Библии. Буквально после сотворения человека, после сотворения человека прошло совершенно небольшое время. И люди опустились в такие грехи, когда мы живем и слышим такие страшные грехи, извращение, извращение, однополые браки, говорят, узаканивают их. Это просто извращение, такая мерзость пред Господом, мерзость пред Господом. И Бог, чтобы спасти праведника, среди которых находился Ной, его семейство, значит, все было погибшее. Но не было спасителя еще. Не было. И Ной проповедник правды, он проповедовал больше ста лет, строил этот ковчег, и никто не воспринял. И мы видим, что спасение было только лишь одно семейство Ноя. Одно семейство Ноя. И пришло время, и, как в Писании нам говорит, что полнота времени, полнота времени. И пришел спаситель от греха, от рабства греха, от беззакония, спасать людей. И он совершает. Одни вот это, то, что праздник мы сегодня празднуем, этот праздник, и все эти дни, не только что сегодня, что это радостная вещь, что пришел спаситель. И нам нужен, как никогда, спаситель. Сегодня люди в Америке, ну, практически, наверное, я не знаю, может быть, все празднуют Рождество, но не празднуют без самого, без сути, без сути дела, и кто виновник этого праздника. То есть, его нет на этом празднике. Люди выезжают на какие-то кемпы, отдыхают там, какие-то гулянки устраивают, а Христа, то нету там, Христа. И поэтому сегодня и программа «Влияние», я думаю, наша беседа, даже с тобой, и наши телезрители, которые смотрят, действительно, чтобы мы хотим пробудить, чтобы это влияние, оно было влияние, что же праздник, что за праздник. Это жизнь наша, это реально, то есть, это не только сегодня, наступит Новый год, а Спаситель, мы будем говорить, и он спасать будет, продолжать спасать будет. Да, ну, вот интересно, написано есть так в Библии, что посмотрите на глубину рва, из которого вы извлечены. Вот погибель человечества, как я вижу, то, что произошло в результате грехопадения первого человека, и, как написано в Библии, одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, и грех и смерть перешли во всех человеков. В результате того, что сделал первый Адам, все человечество, вся человеческая раса, оказалась во власти греха, во власти смерти, оказалась в этом глубоком погибельном рву, из которого практически, если бы не Бог, если бы не Иисус, не рождение Иисуса, никто бы не мог бы спастись, никто бы, не было надеждой, и именно Иисус пришел для того, чтобы родиться на эту землю, чтобы все люди, конечно, христиане, которые приняли Иисуса Христа, мы уже извлечены из этого рва, имена наши написаны в книге «Жизни Агнца», мы дети Божьи, мы спасены от власти смерти, от власти дьявола, от власти греха, но люди, которые продолжают отвергать Иисуса Христа, которые не верят в Иисуса, которые не приняли Иисуса, они продолжают находиться в этом глубоком рву погиблии, где власть тьмы, власть дьявола, власть греха, и вот только, как они могут освободиться от этого, это вот рождение Иисуса, это Иисус, это его имя, это в его имени спасение, вот Иисус для этого пришел, как мы говорим, спасителя, спасти, спасти род человеческий, спасти не в общем всех, а индивидуально, меня, каждого человека, дабы всякий, то писано, всякий, у Бога нету, там, как у нас там говорят, здесь, там те черные, говорят, расисты, на белых говорят, рас, расизм, национальности, презирают, унижают друг друга, но у Бога нету расизма, для Бога все люди, всех рас, всех цветов кожи, всех национальностей, бедные, богатые, умные, грамотные, неграмотные, рабы, свободные, Бог любит каждого человека, очень сильно, написано в Библии, всякий, всякий человек, который поверит в Него, в Иисуса Христа, он будет из этого рва поднятый, погибель, потому что он спаситель, единственный спаситель, потому что наш Бог, Творец и Создатель, был план Божий, вот именно было определенное время, время, которое, оно пришло, это время, пришло это время, и Божий план спасения, что мы читаем, Иоанна 3,16, ибо так Бог возлюбил этот мир, что отдал, отдал, и другие места, говорит, что он послал Сына Свою Единородную, дабы всякий, вот как ты говоришь, всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, значит тот, кто не верует, значит выходит, он погибнет, погибнет, только тот, кто верует в Него, тот, кто уверует в Него, будет иметь жизнь вечную, жизнь вечную, и как вот ты уже говорил, о том, что первое пророчество, которое было о Христе, первое пророчество, это книга бытия еще, о том, что придет, настанет такое время, настанет такое время, да, что это вот вражда будет, вражда будет, вражда, и этот враг душ человеческих, да, он будет просто прорвать, Он будет просто поражен. Ты будешь жалить его, а он будет поражать тебя в голову. И вот это он совершил спасение. Что не просто он пришел, но совершил спасение. Он для этого и пришел, чтобы совершить эту победу на Голговском кресте, чтобы действительно победить дьявола. Отнял силы в начальство, властно подверг их позору, восторжествовал над ними собой. Да, и вот мы как раз говорим, что он спасет людей своих. Это тоже очень серьезно, что кто-то свои, а кто-то не свои. И вот получается, свой это тот, кто принял его как личного спасителя. Он принял его, принял его как личного спасителя. То есть он увидел, что он в грехе, что он не может победить этот грех. И он такой, как есть, приходит к Иисусу Христу, приходит и принимает это прощение. То есть он рассказывается, и он просто говорит о том, что я не могу освободиться. И сегодня мы живем в 21 веке, и сегодня люди, многие находятся в рабстве греха беззакония. Даже те, которые родились в христианских семьях, они попали в эту сеть сатанинскую. Вот эти вот пута, которых запутывались, попали как в темницу. И остается о том, что им просто нужно осознать о том, что они не могут оттуда выйти. Но когда осознает себя, что он грешник, и кровь Господа Иисуса Христа способна его омыть и очистить. И мы сегодня знаем много случаев, когда Господь просто освобождает. Освобождает. Браты, мы говорим, а как вот если, ну да, вот ты говоришь, спаси грешников, грешных, иногда и дети верующих запутываются в грехах. А как насчет, вот возможно нас смотрят люди, неверующие сейчас, и они думают о себе, ну да, это там кто-то такой грешник, наркоман, там, ворует, обижает других людей. Но я вот, я в Бога не верю, я в Иисуса Христа не верю, я ни во что не верю. Но есть люди, которые ведут такой порядочный моральный образ жизни. Плотят налоги, отец хороший семянин, воспитывает детей. Я встречал таких людей немало, неверующих людей, которые в Бога не верят. И возможно они думают, смотрят нас и думают, ну я и не грешник, я хорошо живу, правильно живу. Если там даже что-то есть после смерти, ну, то я как бы свою жизнь, я удостоился того, чтобы там, я обойдусь и без Иисуса Христа. Вот что, вот, ты как служитель Евангелия. Вот, это есть такой путь, самооправдание, самооправдание. Ну, я долгое время работал с некоторыми людьми, и даже были коммунисты, они были безбожники, но были порядочные люди. И он говорит мне, вот, посмотри, я, они пьют, но я, говорит, не пью, я, говорит, не притрагиваюсь, я говорю, клюмки. И в своих глазах, в своих глазах, он себя считает праведным, в своих глазах. Вот это вот основная такая серьезная проблема, потому что он видит себя, он видит себя праведным. Даже, который вот, встречался таких людей, которые вот, даже выпивают, но он говорит, я только по праздникам редко пью. А этот, он судит этого человека, этот, говорит, вообще алкоголик уже. Ругается. Ругается, да. Другой говорит, я своей жене, может быть, какие раз-два изменил, но я не такой, как он прелюбодей. Это же такие вот люди. И то есть люди оправдывают себя, даже они видят какие-то свои добрые дела, в своих глазах особенно, но в очах Божьих. Вот это вот, чтобы понять в очах Божьих о том, что, как ты сказал, что первый человек, Адам, согрешил, и все остальные рождаются в грехе. И человек рождается младенец. Скажется, вот, ну, любой ребеночек рождается, он как ангел Божий. Но когда он подрастает, он подрастает, у него что-то начинает проявляться. Он в сути своей грешный. Да, да, да. Оно в корне. В корне. Какие не были бы его родители праведные, там, или хорошие, ну, говорят, генетика. Генетика, генетика, ну, хорошая генетика, там, вот. Вот, но все равно у него есть грех этот. И по мере возрастания, а тем более, как сегодня, возможно, технологии все настолько развиты, ребенок может не выходить никуда, даже на улицу не выходить, даже в пабли-скул не ходить, там, какая-то частная школа, учитель приходит к нему. Но это грех, это развращение через интернет, через все, он настолько напитает его душу, он может просто сидеть в своем доме и грешить так же, как и все прочие. Вот. И вот эта вот суть греха, который вот корень, о чем мы говорим, да, что Бог как творец, как создатель, и он увидел, что другого спасения нет. Потому что Господь сотворил человечество. Значит, добрыми делами, если человек моральный, неверующий человек, в Бога не верит, моральный, добрый, жену не обижает, не курит, не пьет, не ругается, это нельзя посредством этого спросить. Нет. Нельзя вот посредством своих дел сказать Богу, Боже, ну я же такой хороший, ты меня спасешь. Этого недостаточно. Без Иисуса. Да, но некоторые пытаются, люди религиозные, они верят в Бога, верят в Бога, даже, что мы знаем, в общем, верят, что Бог есть, да, существование Бога, да. Они даже могут ходить в какую-то церковь, ходить, скажем, может быть, иметь икону, молиться, поклоняться. Он себя успокаивает, что я Бога верующий, говорит, я Бога верующий, да. На самом деле Бога не знает, и Богу не служит, Богу, да. И ищет какого-то посредника, кто-то ищет посредника, как Дева Мария, или какого-то святого, блаженного какого-то. Я вспоминаю такой случай, когда еще там, когда мы были в Советском Союзе, жили, и одна женщина пришла в нашу церковь, мы только построили церковь, стены покрасили, отбелили, так все. И она говорит, а кто тут батюшка там? Ну, кто-то указал на меня, она подошла и говорит, батюшка, говорит, вот я пришла, вы тут так Богу молитесь, даже вижу, плачут люди, говорит, а я смотрю по стенам, смотрю, говорит, и нигде Бога не вижу, говорит, нигде Бога не вижу, говорит. Слушайте, у меня в челанчике, говорит, есть икона, говорит, я вам дам Боженьку, говорит, там, святого, говорит, иконку, говорит. Вы повесьте, когда вот человек придет, как я, говорит, Я смотрю, смотрю, Бога я не вижу нигде, чтобы люди хотя бы молились кому-то. И вот человек, его сказать, что он неверующий, на него не скажешь. Религиозный. Он религиозный, но Бога он совершенно не знает, он не пережил. И спасителя нет, нет, нет спасителя. Только единый ходатай и посредник между человеком и Богом, это Иисус Христос, Сын Божий. И поэтому мы говорим о спасении, о Божьем плане спасения, что как получить спасение, как получить спасение. Что нужно покаяться в своих грехах и веровать в Евангелие. И когда мы читаем, Христос проповедовал именно о том, что покайтесь и веруйте в Евангелие. Евангелие, то есть благая весть, благая весть. И мы, как раз сегодня, что и делаем, это благую весть несем. Добрую весть. И кто нас понимает на русском языке, по всему миру вещается со спутника, вещается, я не знаю, сколько стран освещает, импакт охватывает, вещается на русском языке, благая весть Евангелия. То есть принять Иисуса Христа своим Господом. И вот он как спаситель, и он спасет и освободит. И мы, принявшие Господа, мы имеем уверенность во спасении. Во-первых, что Господь нас освободил, Господь освободил нас от рабства греха. Господь освободил. Господь освободил нас от наказания за этот грех. Когда мы покаялись, мы покаялись, мы уже больше не несем, мы покаялись. Он взял наш грех и он освободил. И он сегодня, как мы живем христиане, от власти греха. Потому что когда человек уже, он не имеет сил, он как раб находится. Нам, христианам, Господь дал силу. И Писание говорит, наступать на всякую вражью силу. Наступать. То есть власть наступать, побеждать. Христиане – это люди, которые не просто поверили в Иисуса, но в их сердце, в их духе произошла эта великая перемена. Они стали новым творением во Христе. Они стали Детем Божьим. Они родились свыше. Они получили новое сердце, новый дух. У них что-то есть, то, что они способны побеждать грех. Дух Святой живет в нас. И мы имеем власть над грехом. Это только верующие имеют. Да, да. Но это не значит, что может кто-то смотрит на нас, говорит, а я знаю верующего, а он тот согрешил, согрешил. Верующим может и согрешать, когда не бодрствует. Не бодрствует. Не живет по Духу, по-новому. Но Дух Святой, он его обличает просто. Обличает. Он обличает, он указывает. И когда согрешаешь, случилось, что согрешил еще. И ты чувствуешь себя очень так нехорошо. И действительно, только находишь прощение, находишь прощение у Господа Иса Христа. Просто раскаивайся в этом грехе, раскаивайся в этом грехе. И Господь освобождает. Господь прощает. Слава Господу. Я хотел вот в этом направлении, как ты говоришь, вот ты так высказался, что вот есть люди как-то там посредника, Матерь Божия, Марию, или Царица Небесная. Да, или там святого какого-то. Или какого-то святого, иконка. Вот. И думать, что это их спасает. Ну, я такое слышал, даже известная в Америке телеведущая шоу, она имеет на весь мир, она известная на разных языках, опра такая женщина. Очень уважаемая, почитаемая, красноречивая, обаятельная женщина. И вот она говорит, я христианка, я в Бога верю. Но вот что она говорит? Она говорит, что, ну, не обязательно только, вот христиане говорят, что только в Иисуса верить надо. Вот. Но это неправильно. На земле есть много религий, много всяких вер, и каждый человек верит по-своему. Кто-то верит в Мухаммеда, кто-то верит в Будду, кто-то верит в Царицу Небесную, кто-то верит в Дьозефа Смита. Ну, вы знаете, много всяких религий, и люди своих пророков этих признают как спасителей. И она-то говорит, что каждый человек по-своему может верить в Бога, и в конечном итоге, как вот все дороги говорят, в Рим ведут, так, в конечном итоге все люди спасутся, каждый по-своему в Бога верит. И я думаю, что люди, которые ее уважают, слушают, говорят, и она говорит, что она христианка, если люди не вникают в Библию, не вникают в Писание, почему Писание говорит, смотрите, чтобы кто вас не обманул, не прольстил. Вот, пожалуйста, если такое люди слышат от уважаемого человека и думают, я по-своему могу верить, я могу в иконку, или в Богородицу, или там, какую-то свою философию религиозную придумать, и впоследствии спасутся, каждый человек по-своему. Но так ли это на основании Священного Писания? Так ли говорит Библия? Друзья мои, вы слышали, как брат Эмонуил сказал, что нет другого имени. Это написано в Библии, не то, что он что-то от себя сказал, но Библия, это святая книга, она говорит, что только один Бог и один посредник, есть один, который между человеком и Богом, это Иисус Христос. И другого имени нету. Ни Мухаммед, ни Будда, ни Богородица, ни какой-то святой на иконке. Нас это не спасет. Спасает только Иисус Христос. Только вера в Него. В это вот именно мы празднуем Рождество. Иисус Христос родился, чтобы стать Спасителем мира. И вот тот человек, который верит в Иисуса, как в личного Спасителя, принимает Его в свое сердце, кается в своих грехах, начинает жить по Евангелию, жить по заповедям Божьим, этот человек спасается, этот человек в возрасте изменяется. Поэтому я как бы подтверждаю эту мысль, что нет другого имени. Никто другой не спасает. Спасает только Иисус Христос. Только евангельская весть. Благая весть, добрая весть. Бог дал нам, Сына написано, чтобы мы по вере, казалось, «Ну, я думаю, я там должен какими-то молебнями или ритуалами религиозными что-то делать, чтобы спастись». Но согласно Слову Божию, Писание говорит, что «дабы всякий верующий в Него». Вот человек верит. Бог все для нашего спасения сделал. Иисус умер за грехи наши, воскрес для оправдания нашего, пришел в этот мир. И чтобы всякий, как тот змей, когда его воздвигли, там, евреи в пустыне, посмотрел на змея и исцелен от смертельного укуса змеи. Так же самое, всякий человек, который поверит, посмотрит взглядом веры в Иисуса Христа Спасителя. Он будет спасен. Его имя записано будет в книге жизни. Вы не пойдете в ад после смерти. Вы не будете там, где дьявол. Бог не хочет, чтобы люди туда шли. Бог дал Спасителя. Бог дал, как бы, этот Спаситель, как круг спасательный кинул людям. Иисус пришел на землю. Но если люди не хотят, они сами выбор для себя делают. И написано, одни пойдут в жизнь вечную, а другие в муку вечную. Озеро огненное. Печь огненная. Плачь скрежет зубов. Дым восходит во веки веков. Конца нету. Муки вечные. Люди есть бессмертные духи. И человек сам определяет свою вечную участь. Поэтому, друзья, мы говорим об Иисусе Христе. Украшение, Рождество, праздник, радость. Бог дал Спасителя людям. Почему не спастись? Почему сегодня не принять решение? Не поверить в Иисуса Христа? Возможно, вы прожили, как и я прожил в этой атеистической, безбожной стране, большую часть своей жизни. Там, где атеист, постоянно говорили, что Бога нет. Но здесь вы слышите, мой папа когда-то атеистом, коммунистом был. Но услышал от простой бабушки, что Бог есть, Иисус есть. И он всю свою науку в сторону отбросил. Покаялся, принял Иисуса и нам передал эту веру. Слава Господу. Так и вы, друзья мои. Завтрашний день не в нашей власти. Писание говорит, сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения. Не относитесь легкомысленно к спасению бессмертной души. И не случайно, возможно, вы смотрите эту телепередачу. В эти праздничные дни Иисус, рождение Иисуса, приход спасителя в мир. Пусть Бог богословит вас. Продолжайте, мы будем, брат Эммануил, что у тебя на сердце. Ну, как бы, вот результат, какой результат нашего спасения, что происходит. То есть, происходят перемены, происходят в жизни перемены. Я помню, когда-то еще я работал, это то время, когда мы жили в той стране. И у нас работал один такой снабженец, так назывался, на заводе. Этот снабженец очень прекрасно работал, но он всегда, когда получка, аванс, он снабжал там, просто ящиками привозил на завод водку. То есть, всегда был свой человек. Снабжал, снабжение. И часто с ним беседовали, часто с ним говорили, с этим человеком мы. Да, потому что он очень добрый по натуре, очень. Что достать надо, то есть, это его профессия, я достану. Все, вот. И Господь коснулся его сердца все-таки. И когда Господь его коснулся сердца, все, ему стало просто противно, мерзко, алкоголь этот. И он перестал пить. И когда получка приходит следующая, он не привозит водку. И парторг вызывает и говорит меня, что вы сделали с Иваном? Что вы сделали с Иваном? Мы ничего не сделали. Скажи мне, что вы сделали с ним? Что вы сделали с ним? И говорит, я не враг тебе, я тебе друг. Я просто хотел бы, у меня есть такие люди, которых ничего мы сделать не можем. Может быть, вы что-нибудь с ним сделаете? Что вы сделали? Ничего, засвидетельствовали, он принял Господа и Са Христа. И вот, представляете, человек переменился. И человек со временем стал проповедником, стал свидетелем. Слава Господу. И стало противно, отвратительно. И сколько людей сегодня мы знаем, Господь освободил от наркотиков, Господь освободил, от блуда освободил. Человек установится, то есть это Божья работа, явно Божья работа. И тот, кто принимает Иисуса Христа, Господь в свое сердце, Господь дает дар вечной жизни. Дар вечной жизни. Это очень важно, очень важно. И Он пришел, Иисус Христос, чтобы освободить нас от рабства и ореха. Он дает жизнь и жизнь с избытком. С избытком. То есть дает все нужно, все необходимое. Усиновляет нас. Мы становимся не просто верующие, а дети Божьи. А воочи. Вот, дети Божьи. Мы обращаемся к Богу, к Творцу. Вот, мы получаем радость. Радость, это величайшая радость. О чем ангелы, пастухамская. И будет эта великая радость всем людям. Радость спасения. Великая радость. Великая радость. Всегда я радуюсь не только, что праздник Рождества. Я всегда радуюсь, что я дитя Божье. Что я дитя Божье. Что я знаю Господа. Я благодарю Господа, что Господь открылся в ранней юности моей. Что жизнь, я прожил с Господом, мне очень-очень. Жизнь для Бога посвящает. Если христианин, если ты действительно верующий человек, как мы говорим, что многие сегодня считают себя верующими. Но живешь ли ты для Бога? Отдал ли ты свою жизнь для Господа? Апостол говорит, не я живу, а живет во мне Христос. Если ты дитя Божье, тогда ты должен обязательно питаться. Питать своего духовного человека. Чем питать человека? Словом Божиим. Вот это вот Слово Божие, которое есть у нас, это Евангелие, да. Это есть хлеб небесный. Хлеб небесный, который мы питаем свою душу. Мы, как христиане, мы общаемся с Богом посредством молитвы. Посредством, это очень важно, общение с Богом. Общение. Мы поклоняемся Господу, и Бог ищет таких поклонников, которые поклонялись бы в Духе и Истине. Аллилуйя. То есть, он не просто мертвый такой, верующий ничего не делает. Он служит Богу. Раньше служил дьяволу, служил просто для плоти, а теперь для Духа. Поклоняется Господу, прославляет Господа. Аллилуйя. Становится на колени, он имеет дерзновение обращаться, как дитя. Обращается Отец Небесный. Во имя Иисуса Христа я прихожу к престолу благодати. Когда человеку, даешь человеку неверующему прочитать, ему страшно. То есть, он Бог, он вроде боится Бога, хотя живет греховную жизнь. Ты можешь прийти к Богу. Как я грешник, я великий грешник, как я могу прийти? А вот мы, как дети Божьи, мы приходим, открыто приходим. Такие приходим, имеем дерзновение приходить к престолу Божьему во имя Иисуса Христа. То есть, Он омыл нас, Он нас очистил. И молимся, и мы слышим наши молитвы. Да, Он слышит наши молитвы. Наш Отец Небесный встал, помогает нам, исцеляет нас. Служим Господу, служим Господу мы. Общаемся с народом Божиим, со святыми. Потому что, если общаться с людьми, просто которые называют себя верующими, а у них такая греховная жизнь, развратная жизнь, то она ни к чему, человек не может устоять даже, не может устоять. Он общается с народом Божиим. Написано, что если вы ходите во свете, подобно, как Он во свете, то вы имеете общение друг с другом. И кровь Господа Иисуса Христа омывает, очищает от всякого греха. Аллилуйя. Вот, будучи верующим, мы нуждаемся в крови Господа Иисуса Христа, очищении. И поэтому это очень важно. Господь дал нам Дух Святой. Это очень важно, что Дух Святой, Он нас ободряет, Он нас подкрепляет, направляет. И если на Дух Святой облегчает нас. И как я сказал, что если даже верующий человек согрешил, он не может даже спать спокойно, не может спать. Дух Святой облегчает. Вот ты обидел свою жену, допустим, да? Вот ты неправильно поступил, неправильно сказал. И вот поэтому, если мы дети Божьи, Дух Святой, Он работает над нами. И мы каемся, исповедуем грехи. И Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Проходит время, мы, естественно, мы стареем. Морщины появляются. Были какие-то волосы, их не стало, этих волос. Все нам говорит. Оставшие те там уже повелели, да? И говорит, что эта хижина, этот дом, да? Ветшает. Он ветшает, разрушается. А мы имеем жилище на небесах, которое не ветшает вечный дом на небесах. Аллилуйя. И будем жить всегда с нашим Господом. Это всегда меня ободряет. Какие похороны, мы смотрим, человек умер раньше или позже. Умер, кажется, еще жить бы, жить этому человеку. Еще жить, да? Но всегда ободряет о том, ободряет, что я дитя Божие. И даже если я умру, да? Это не сразу, это временная жизнь. Это подготовка к вечной жизни. Мы просто переселяемся от временной жизни в жизнь вечную. Это все благодаря тому, что пришел Сын Божий. Начинается все с Рождества. Некоторые говорят, вот Пасха, это такой великий праздник, он больше гораздо Рождества. Но если бы не было Рождества, не было бы и Пасхи. И поэтому это очень важно. И поэтому мы сегодня говорим, обращаемся к телезрителям, ко всем. Дорогие друзья, примите эту радость. Живите для Господа. Живите. Ваша жизнь будет посвящена Господу. Это так прекрасно жить с Господом. Это так прекрасно жить с Господом. Эммануил, ты подметил, что мы стареем. Я как будто вчера был молодой, как бы сказать, юноша молодой. И волосы все были. Но уже папы нет, мамы нет. И уже смотришь, уже за 50, уже меняется тело, другое остается. Но это просто так сильно. Только представить себе, представить то, что будет. Это не фантазия, не реальная. Но это Слово Божие говорит, что наше тело, в настоящее время, оно тленное, оно немощное. Оно ветхое, оно тлеет, умирает. Но придет время, Господь даст нам новые тела. Это нетленное, сильное, славное. Всегда будем молодыми. Все волосы будут. Никакой болезни не будет. Мы будем болеть. Слез не будет. Депрессии не будет. Смерти не будет. Смерти не будет. Это просто превосходит все фантазии. Иногда люди, неверующие, думают, ну вот эти бедные христиане, им нельзя в кино ходить, им то нельзя, им то нельзя. Они лишают себя радости жизни. Друзья мои, это неправда. Это неправда. На самом деле, Евангелие, апостол Павел говорит, неизледимое богатство Христово. Когда человек принимает Иисуса, это богатство. Это жизнь. Это счастье. И мы не есть какие-то жалкие люди, что мы там от всего лишаемся. Нет. Все, что мы лишаемся, это то, что грешно. Это то, что мерзко. Это то, что отвратительно. Это то, что разрушает человека. От этого мы отказываемся. От этого нам не нужно. Мы живем святой жизнью. Но это только помогает нам быть и лучшими гражданами, и лучшими отцами, и лучшими матерями. Потому что мы святы. И как брат Эммануил сказал, что есть люди, которые в Бога верят, но живут грешной жизнью. Но это так нельзя, друзья. Если мы верим в Иисуса Христа, мы должны жить по Божьим заповедям. Написано в Библии Бог говорит, будьте святы. Почему? Потому что я свят. Бог есть святой Бог. И все люди, которые Его дети, Ему служат, приняли Иисуса, они должны быть святыми. Библия говорит, что явилась благодать Божия, которая научает нас, чтобы мы отвергли нечестие, отвергли мирские похоти, целомудренно, правильно и благочестиво жили в нынешнем веке. Несмотря в наше время, много таких учений, которые говорят, Бог добрый, Бог человеколюбивый, благодать, живи как хочешь, Иисус умер за все грехи наши. И люди как-то идут на компромисс с плотью, с грехом. Ну, так, Бог же хороший, Он любит меня, Он все равно меня спасет. Нет, друзья. Бог есть добрый, человеколюбивый. Но если человек произвольно продолжает грешить, написано, Бог есть судья, строго взыскивающий. И написано, страшно впасть в руки Бога живого. Если мы просто так легкомысленно к спасению относимся, знаем Божьи заповеди, знаем, как надо жить, а живем грешной жизнью. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет царство Иисус, сказал. Но исполняющий мои заповеди. Что вы зовете меня, Господи, Иисус сказал, а не делайте того, что я повелел вам. Поэтому, друзья, в последнее время, как было в дни Ноя, так и в наше время, земля развратилась, наполнилась злодеяниями, люди отступают от Бога. Вокруг нас грешный погибший мир. Как важно нам бодрствовать, хранить себя чистыми, святыми, непорочными, распинать плоть со страстями и похотями, ожидать явления Спасителя, Бога нашего Иисуса Христа и Его Второго пришествия. Аллилуйя. Слава Господу. Брошенные. Дорогие друзья, вот сегодня уверены ли вы, мы празднуем праздник Рождества Христова, уверен ли ты, что Иисус Христос является личным твоим Спасителем? Если ты не уверен в этом, значит, нужно просто покаяться. Надо просто принять Его, что Он является Спасителем. Он помогает тебе и будет помогать тебе, твоей семье, в этой жизни будет. Но самое главное, что жить для Господа, и Господь примет тебя, как свое дитя, и Господь благословит тебя в работе, в бизнесе. Ты строишь разные планы, Новый год, действительно, это нормально, строить планы какие-то, конкретно что делать, но призываешь ли ты Господа Иисуса Христа, действительно, в свои планы, чтобы Он был управителем твоей жизни. И когда мы все отдаем Господу, и свои планы строим с молитвой, мы строим с молитвой, да, пред Господом, действительно, наши планы изменяются. Когда мы даем место Господу, Он начинает действовать в нас, Он начинает действовать в нас, и наша жизнь изменяется. Ты будешь благословен в своем доме, благословен в семье, благословен в работе, на транспорте, везде, Господь будет охранять тебя. И если что-то мешает, если действительно какая-то греховная жизнь, может тяжело с чем-то расстаться, что-то полюбилось, что-то понравилось, кажется, может быть, это такое, но оно и не так значительное. Не так значительное. Ты верующий человек, но некогда времени не находишь, чтобы открыть Слово Божие, почитать. Нет времени, может, ты молишься, действительно, но нет времени, чтобы лично общаться с Господом. Какая-то зависимость, и особенно сейчас зависимость через интернет, всевозможные, даже не обязательно телевизор иметь, просто телефончик в кармане, телефончик пришел, и люди, начиная от самых детей, некоторые до старости, воткнулись туда, сидят в YouTube и всякие программы. Действительно, это нетворк, это эти сети, которые враг расставил, и человек не замечает часами, часами просто увлекается, посмотрел одну передачу, другую передачу, и дальше, и дальше, и дальше, а за этим стоит грех, за этим стоит грех, то сегодня просто нужно покаяться. Иисус Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Поэтому, дорогой друг, если ты действительно чувствуешь какую-то зависимость, в чем-то зависимость, ты чувствуешь зависимость, просто нужно покаяться. Принять Иисуса Христа личным своим Господом и Спасителем. И Господь освободит тебя. Он и пришел, чтобы спасать, не просто, чтобы погубить. Не хороших людей, а грешников. Чтобы спасать, Он пришел, чтобы спасать, разрушать дела дьявола, в чем-то есть это дело дьявола, просто сказать, Господи, освободи меня от этого. Он для этого и пришел, чтобы просто освободить, и дать спасение, и дать радость, и радость эту вечную. Аллилуйя. Мы говорили об Иисусе Христе, о Спасителе, о спасении, о покаянии. Друзья мои, это очень важные, главные вещи, главные истины, божественные. Это не просто религия какая-то наша придумана, но это Библия, это истина, это Слово Божие, это спасение бессмертной души. И если вы смотрели эту передачу, слушали, и вы чувствуете, что вам нужно покаяться, мы сейчас совершим эту молитву в конце передачи, помолимся за вас. Вы можете присоединиться к этой молитве. Мы встанем, брат Эммануил, ты закончишь молитву, помочь людям. Может быть, кто-то думает, а как молиться, а что сказать Богу, дорогие друзья, на всяком месте. Бог есть дух, не иконка, но там, где вы есть, Бог наполняет всю вселенную. Он есть, Бог творит всего видимого и невидимого. Он везде, он сверхъестественный, он просто за пределы нашего понимания. Но там, где вы есть, там он есть. Если вы от сердца обратитесь к нему, он поможет, он просит вас, он помилует вас и даст вам дар вечной жизни. Мы встанем на наши ноги, брат Эммануил, пожалуйста. Отец Небесный, мы стоим перед тобою, и мы благодарны тебе, что мы осознаем, что ты являешься нашим творцом, нашим создателем. Мы благодарим тебя, что ты есть любовь, что так воздебил этот грешный, порочный мир, что ты послал, отдал его, своего Сына Единородного, эту землю. Благодарим тебе, Сын Божий, что ты пришел исполнить волю Отца твоего Небесного. Мы благодарны тебе за то, что ты взял грехи всего человечества, ты взял проклятие, ты взял немощи, ты взял болезни. Слава тебе за твой голговский подвиг, что ты победил дьявола, Господь. Слава тебе за кровь твою, которая сегодня имеет силу, Господь, омывает от всякого греха. Мы молим тебя, Господь, за наших телезрителей, которые смотрят нас по всему лицу земли, Господь, где достает, Господь Божий, этот спутник на понятном для них русском языке, Господь. Я молю тебя, Господь, пусть Дух Святой коснется, Господь, каждого человека, Господь, чтобы действительно пережил это рождение свыше, Господь. Чтобы человек мог возрастать, человек мог найти, Господь, истинных христиан, церковь и стремиться, и быть свободным от рабства, греха и беззакония. Мы благодарны тебе, что ты пришел взыскать и спасти погибшего. Ты пришел спасать не праведника, а грешника, которыми мы были. Слава тебе, Господь Божий. Да будет имя твое святое во всем благословенно прославлено. Хвала тебя за все, Богу Отцу, Сильному Духу Святому. Аминь. Слава Господу. Дорогие наши друзья, вы смотрели программу «Влияние» на телеканале «Импакт». Оставайтесь с Богом, до следующей встречи. С Новым годом вас, с Рождеством Христовым. Пусть Бог благословит вас. Всего хорошего вам. Рождеством Христовым. Рождеством Христовым.